Друзья, всем привет! И с вами я Михаил Шилов, автор множества различных проектов на самых разных ресурсах. Макивар.ру, шумшрублог.ру, докторшилов.ру, комплектура.ру. Вот так вот, да. Вот. О чем хочу сказать? Мне, я вообще очень много читаю, а что не читаю, то, сам слушаю на аудиокнигах, очень часто бывает так, что, ну, слушаю и больше я, потому что, когда за руль находишься, тренируешься, слушать аудиокниги, конечно, лучше, да, читать никак не получится. Вот. Но очень часто бывает так, что, начав, в смысле, прослушивать какую-то аудиокнигу, очень сильно заинтересовываешься самим автором и начинаешь искать его, значит, различные произведения, его книги, вот, и уже знакомишься более системно с его творчеством. И вот за последний, за предыдущий год, мне довелось познакомиться с трудами двух авторов, которыми я просто восхищен на глубины души. Это Дарьё Саласомер. Так. Дарьё Саласомер и Жак Фреско. Ну, к счастью, первый жив еще, по крайней мере, до последнего времени точно было, и я думаю, что информация моя достоверна. А Жак Фреско, к сожалению, совсем недавно умер, вот, в очень почтенном возрасте. Так вот, эти люди, они, конечно, разные, если первый, он слегка может кому-то показаться, ну, вот, эзотеричным, но на самом деле это просто современный философ, и ничего он, значит, эзотеричного не пишет, если вдумчиво прочитать его произведения. Вот. У него их, кстати, не так и много. Все они очень содержательные, системные, и, что самое ценное, они содержат прямое руководство к действию. Они являются пустым стрессанием воздуха. Вот. Жак Фреско же, наоборот, он такой до мозга костей материалист, прагматик, человек, который всю жизнь свою посвятил науке, и даже не столько фундаментальной науке, сколько прикладной науке. То есть, тому он посвятил, чтобы все блага, которые дает наука, внедрить максимально и правильно в жизнь. То есть, чтобы наука делала жизнь сам человека как можно лучше. С помощью машин, роботов, искусственного интеллекта, умных домов, и все это увязывая с экологичностью и вообще сам правильностью построения социума, сохранению окружающей среды и так далее. Вот эти два автора, это, конечно, это что-то. Конечно, они в отчасти, скажем так, утописты. Можно сказать и так. Но на самом деле, опять же, если вдумчиво прочитать их произведение, то это вовсе не так. Это люди, которые, в общем-то, футуристы. И то, что они в будущем видят, это один из вариантов развития общества, к которому, наверное, общество, в принципе, должно прийти. И на самом деле, общество не выродилось еще потому до сих пор, что есть люди, которые живут по тем императивам, о которых, в общем-то, рассказывается в произведениях вот этих двух людей. Я еще раз повторю. Дарья Саласор и Жак Фреско. Кстати, вот Жака Фреско можно много на Ютубе найти. Это без проблем. И в аудио, в книгах его тоже легко найти. В ВК даже просто набрать, там, Жак Фреско, и вы найдете много что. Дарья Саласор и сына немножко тяжелее. В аудио, в принципе, можно. А вот на Ютубе видео какое-то, это маловероятно. То есть, ну, есть, но очень мало трудных. Вот. Поэтому, я рекомендую вам, в принципе, сначала познакомиться, может быть, с аукцией. Вот что-то для вас нет. А потом эти фиги приобрести, купить еще скандаш, а в руки все детально прочитать. Я уверен, что вы себя почувствуете лучше, когда прочитаете. Вы почувствуете как-то себя возвышеннее, что ли. Вы поймете, что вы многие вещи знали. Но когда системно лягут на ваше мировосприятие, вам даже захочется жить по-другому, жить более правильно, делая мир вокруг вас намного лучше, чем у вас есть сейчас. Читайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok